Народное славянское радио Добро пожаловать! Народное славянское радио Здравия всем, дорогие мои друзья, радиослушатели и зрители канала Народное славянское радио Видеоканал, естественно Мы продолжаем короткие репортажи Сессии Ведического Центра Слова И очередной наш участник Как видите, вполне еще молодой человек Он сейчас сам расскажет о себе все А я думаю, я еще его попытаю То, что он не расскажет И его тогда окончательно все расскажут Пожалуйста, представься нашим радиослушателям и зрителям Добрый день, Алексей Добрый день, дорогие слушатели Меня зовут Денис Я из столицы Алпайского края Говорю на Марнауле Ну, по поводу молодой Тридцать три года уже, как-никак Да ладно еще, ну чего так Время зрелости, скажем так Ну, вот мое пребывание на данной сессии Это саморазвитие и раскрытие себя Для выполнения предназначения Жизненного, родового И как раз те процессы, которые здесь проходят Они позволяют мне это все реализовать Интересно здесь? Ну, безусловно Потому что открываешь новое что-то для себя И самое главное Ты раскрываешь то, что внутри тебя сидело И неожиданно в какой-то момент Оно начинает проявляться Проявляется по-разному Иногда это всплывает что-то в памяти Иногда на какие-то слова других резонирует И ты понимаешь то, что вроде раньше знал Но сейчас это для тебя открывается в новом Каком-то свете, понимании То есть глубина, которую ты постигаешь Она действительно становится глубиной Поверхность названия превращается в бездонное море Можно сказать Атмосфера, которая здесь царит Какими словами можно описать, охарактеризовать? Атмосфера здесь это настоящая добродушная семья То есть все участники здесь За две сессии, которые мы здесь находимся Мы уже сдружились У нас уже появляется чувство у них друг друга Отношения любви к друг другу Доброты То есть те качества и свойства, которые должны быть в любой полноценной семье Между родителями по отношению друг к другу И детьми, которые у них обязательно должны быть Наверное, у наших зрителей и радиослушателей может возникнуть вопрос Но неужели рядом с Барнаулом ничего нет такого похожего, аналогичного? Зачем за три земли ехать куда-то сюда, в центральную часть России? Ну, каждому свое, наверное То есть есть много, наверняка, центров разной направленности Но когда меня потянуло сюда Только я услышал, условно говоря, объявление в октябре, получается, 15-го года И я уже знал, что я хочу попасть именно сюда Кроме того, те люди, которые являлись здесь изначально преподавателем первой сессии Изучая их лекции, я чувствовал, что я понимаю их волну, на которой они вещают И то, что они говорят, оно мне близко Потому что мнений в данном направлении славянского мира очень много И по-разному есть подходы Сориентирован на и эмоциональные какие-то вещи, и шуточные, и образные Но здесь совмещение всех абсолютных ипостасей Я сразу почувствовал, что это именно мое Ну, а то, что твое, независимо от расстояния Дорого, как говорится, не близкое А то, что внутри тебя Вот Женя сказал, что ему открылся новый взгляд На то, что раньше он как-то по-другому смотрел На тот же город Москву, более добродушное Классика нашего привел, цитировал А у тебя после первой сессии какие-то изменения произошли? Ну, изменения, на мой взгляд, проходят ежедневно Потому что, кажется, каждый прожитый день Это новая лестница в нашей жизни И поэтому для себя, вот я вывод сделал такой Что когда ты находишься на пути познания Тебя ежедневно это меняет И причем есть то, что меняет сразу какие-то вещи А какие-то меняют тебя постепенно И когда ты приходишь к новым открытиям для себя И ощущениям Ну, нельзя сказать, что именно в одной части это поменялось Ты что-то себе ставишь за план, за цель Но есть вещи, которые меняют и делают тебя лучше Независимо от твоих хотелок, желаний Так вот, сессия данная в том числе Но в любом случае она меня раскрывает именно изнутри Потому что с логическим мышлением и образованием В принципе, в современном мире проблем-то нет То есть, кто желает, он получает это образование И может быть даже успешным, в принципе, человеком Но именно раскрытие внутреннего мира Это, в принципе, и редкое явление как таковое И далеко мало мест, которые способствуют реальному этому раскрытию Поэтому для меня самое главное Это именно раскрытие внутреннего моего потенциала И раскрытие, ну вот именно, чувственного понимания мира Потому что долгое время, наверное, я снова основным базовым считал мировоззрение А сейчас для меня однозначно без вариантов мировосприятия Потому что мы воспринимаем мир не только через мышление Но и всё, откуда мы получаем информацию Оно всё задействовано И ещё и вопрос, что гораздо больше тебе питает и даёт Хорошие слова На заключении у нас есть традиция Когда говорящий желает что-либо тем, кто его смотрит и слушает Что ты можешь от себя доброго и вечного сказать нашим радиослушателям И нашим зрителям Дорогие друзья, я желаю всем вам встать Кто ещё не встал Тем, кто стоит, продолжать путь саморазвития Самоизучение, понимание себя Поняв себя, это ключ ко всему Вы поймёте других Сможете лучше взаимодействовать Изучайте традицию, в которой вы живёте Независимо от того, какая она у вас И просветление вам всем в этой жизни Благодарю тебя Благодарю вас, наши радиослушатели и зрители, что смотрели Наблюдали за нами Всего вам самого доброго До новых встреч Увидимся и услышимся Всего доброго Народная славянская радио Всё нужно Всё важно Субтитры создавал DimaTorzok